В любом случае, конечно, это очень, мне кажется, любопытно. Я бы вообще на месте кремлевских аналитиков взял бы этот наш разговор, убрал бы мои реплики, а ваши оформил бы в служебную записку и положил на стол президенту Путину. Добрый день, друзья. У нас сегодня очередная встреча с Валентином Юрьевичем Катасоновым, доктором экономических наук, профессором и руководителем Русского экономического общества. Я его приветствую. Валентин Юрьевич, здравствуйте. Да, приветствую всех. Сегодня я хотел задать вам один вопрос. Он касается так называемой санкционной войны, которая ведется, в общем, наверное, это правильный термин, против России, коллективным Западом. И здесь у многих наших зрителей возникают вопросы, насколько объективна та картина, которую нам предоставляют наши средства массовой информации, есть ли разночтения между теми западными аналитиками и специалистами, которые так или иначе следят за событием развития, где стыкуется, где не стыкуется. И мне кажется, это тоже важный очень аспект, который создает определенную полноту восприятия. И сразу передаю вам слово. Да, ну, действительно, если мы будем сравнивать наши официальные взгляды на такие события, как СВО и санкционная война, и официальные заявления стран коллективного Запада, то здесь, наверное, будет полная поляризация. Да, как говорится, различия на 180 градусов в оценке одних и тех же событий. Но дело в том, что, к сожалению, российские средства массовой информации, они недостаточно используют такую возможность, как предоставление российской аудитории точек зрения альтернативных. На коллективном Западе достаточно много людей, которые имеют свой угол зрения на эти события. Порой этот угол зрения, он на 180 градусов тоже отличается от официальной позиции Вашингтона, Лондона и других западных столиц. Вот мы с вами, по-моему, Александр Иванович, неоднократно вспоминали такого известного американского деятеля, как Пол Крейг Робертс. Это известный американский экономист, политический и экономический обозреватель. Он хорошо известен не только в США, но и за пределами. Особенно вспоминаю такой фрагмент его биографии, как работа в Министерстве финансов. Там он занимал должность заместителя министра финансов. И это было во времена Рейгана. Говорят, что он один из разработчиков рейгономики. Поэтому экономисты особенно внимательно следят за всеми выступлениями Пола Робертса. Ну, надо сказать, что Пол Робертс, конечно, уже человек в годах. Я просто, например, от Пола Роберса хочу показать, насколько официальная точка Запада отличается от неофициальной. И я понимаю, что неофициальных точек зрения миллион. Но дело в том, что Пол Робертс – это все-таки авторитет. Это человек, который имеет опыт государственной службы. Это известный экономист. Он в настоящее время, значит, учредитель института политической экономии. Он, значит, в свое время был достаточно известным обозревателем центральных изданий, такие как The Wall Street Journal, Newsweek и так далее. В 2004 году у него произошел серьезный разлад с администрацией. Он жестко критиковал Буша-младшего, тогдашнего президента. И он стал тогда не рукопожат. И, собственно, с тех пор он находится в жесткой оппозиции. Вот. Достаточно часто вспоминают даже официальные чиновники Вашингтона Пола Робертса, но называя его просто агентом Кремля. Каким образом Пол Робертс попал в разряд агентов Кремля? Да, по очень простой причине. Пол Робертс – это патриот Америки. Нынешняя Америка, ну, начиная с президента Буша-младшего, по крайней мере, не имеет, по моему мнению, ничего общего с той старой доброй Америкой, которая у Пола Робертса ассоциируется с Франклином Рузвельтом, с Джоном Кеннеди. Он сам 1939 года рождения, поэтому еще застал немножко ту старую Америку. Вот. То, что из себя представляет новая Америка, мы с вами хорошо представляем. Но будем еще лучше представлять, если будем регулярно заходить на сайт Пола Робертса. Он с болью в сердце описывает развал нынешней Америки. Америка, по его мнению, находится на грани гражданской войны. Он об этом говорил еще в нулевые годы. Говорил, что вот эти имперские амбиции Вашингтона, амбиции по созданию монополярного мира под названием Пакс Американо, они доведут Америку до краха. Ну, вот так вот мы сейчас и наблюдаем процесс этого самого деградирования Америки. Вот. Ну, значит, он относится к России и к Москве действительно очень позитивно. Ну, тут я бы сказал такой прагматический подход, потому что он считает, что Россия остается на сегодняшний день единственным противовесом сумасшедшей Америки. Он хочет спасти Америку, в том числе с помощью России. С помощью России. Но он, можно сказать, неплохой специалист в области России. Он знает неплохо и экономику России. Он знает неплохо и политику России. И даже военное дело, как я понял, он неплохо знает. И он критикует по многим моментам Россию. Но критикует ее конструктивно. Не так, как это делает даже Вашингтон официальный или официальный Лондон, Брюссель и так далее. Это настолько очевидно и чувствуется. У него конструктив. У него конструктив. И именно поэтому его и в Москве не любят. Я имею в виду официальный Кремль. Его не очень любят, потому что он, как говорится, бьет не в бровь, а в глаз. Он прямо показывает на все эти слабости, хитрости, которые происходят. Вот последние полгода, еще раз повторяю, он сконцентрировался на таких темах, как СВО и санкционная война. Вот я буквально посмотрел некоторые его публикации за август, которые имеют отношение к этим двум темам. Вот одна публикация. Я даю такой свой перевод. «Россия или Европа? Объект санкции Вашингтона». Вопросительный знак. Вот. Вторая публикация. «Уничтожение России». Третья публикация. «Кремль приближается к моей точке зрения». Ну и особенно заслуживает внимания интервью, которое он дал 16 августа. 18, извините, августа. Называется «Геополитический прогноз. Интервью с Полом Робертсом». Вот, кстати, интервью брал наш российский товарищ. Сейчас у меня вылетела его фамилия, но он работает в свободной прессе. Вот он хорошо знает английский язык, работал в Соединенных Штатах. А, Сергей Духанин. Сергей Духанин взял у него это интервью. Вот я разбил по блокам отдельные цитаты из Пола Робертса, тематические такие блоки. Я сначала даю свое описание этого блока, базируясь не только на публикациях августа. Я признаюсь, что я читаю Пола Робертса почти каждый день, вот за полгода. Первый блок, который я изложил примерно так. Россия проводила на протяжении многих лет ошибочную политику, рассчитывая, что с Западом можно выстроить нормальные отношения. Запад всегда стремился ослабить и уничтожить Россию. С учетом этого санкционную войну, развязанную Западом против Москвы, надо рассматривать как позитив. Она заставила Москву отказаться от иллюзии и выйти из состояния спячки. Собственно, мы с вами почти то же самое говорим постоянно. Но это говорит Пол Робертс. Теперь я просто привожу некоторые цитаты, подтверждающие вот эти самые положения. Просто цитату зачитываю. Санкции США против России – лучшее, что случилось с Россией за последние десятилетия. Санкции вынудили Кремль сделать то, что руководство должно было давно сделать самостоятельно. Отстраниться от попыток выстроить экономические и политические отношения с Западом, чьи господствующие военные и внешнеполитические доктрины провозглашают Россию главным врагом, который должен быть уничтожен. Это вот слова Пола Робертса. А он там поближе к официальному Вашингтону. И поэтому некоторые говорят, вот вы там, значит, преувеличиваете. Это говорит Пол Робертс. Главный враг, который должен быть уничтожен. Я здесь маленькую Алла Верды. Мы с вами говорили о том, что похоже, что Господь взял на себя управление процессами. Как можно себе представить, чтобы наш стратегически главный противник, которым сам себя так считает, независимо от того, признаем мы это или нет, совершает действия, мы сейчас об этом дальше будем говорить, очевидно, которые решительно работают не в его интересах. Значит, все-таки какая-то более могущественная сила, я сейчас исхожу из небесного промысла, она взяла за шкирку этот самый Запад и, натянув поводок, отправила ее кусать Россию. То есть ее будить. Будить. Вот по-другому. Да, Россию будить, а этих безумцев наказывать безумием. Да. Согласен, да. Вот еще один блок вопросов, это примерно так их можно сформулировать. Санкции стали неожиданной подсказкой Кремлю, с кем ему надо выстроить отношения и какой валютой пользоваться во внешней торговле. Вот одну только цитату из этого блока. Санкции вынудили Россию отказаться от бездомного стремления быть частью Запада, повернули ее к своим настоящим союзникам и заставили Россию сделать то, что она давно должна была сделать. Выставлять счета за энергию в рублях, тем самым поддерживая собственную валюту вместо валюты своего врага. Видите, он даже не стесняясь называется Соединенные Штаты врагом России. А живет в Америке, как вы сами понимаете. И опять мы видим, что наш враг делает что-то для нас полезное, а для себя вредное. Правда ведь? Удивительно. Да. Ну, тут, конечно, немножко Пол Робертс выдает желаемое действительное. К сожалению, мы до сих пор продолжаем поставлять энергию не за рубли, а за евро. Да, но... Ну, лиха беда начала. Лиха беда начала. Еще один блок вопросов. Запад был уверен, что первым и самым очевидным результатом объявленной России санкционной войны станет свержение нынешней власти в Кремле. Действительно, вот я читал, и Пол Робертс говорит, что многие, многие потирали руки, считали, что где-то до начала лета уже режим в Кремле сменится. Вот. Ну, и даже говорили, что это уже такие, я бы сказал, сочувствующие России американцы, говорили, что Россию превратят в такое же марионетное государство, как Украина. Вот были такие прогнозы. Вот по этому поводу, что говорит Пол Робертс. Вашингтон, утопающий в своей знаменитой гордыне и высокомерии, предположил, что может отдать приказ о графе России. А если нет, то прозападные финансируемые ЦРУ, НПО, неправительственные организации, которым Кремль разрешил беспрепятственно действовать по всей России, видите, как он жестко оценивает действия Кремля, свергнут российское правительство, как и на Украине, и создадут уступчивую Вашингтону марионетку. Неоконсерваторы Вашингтона действительно верили в это. У них это сработало на Украине. Но вот эта цитата, она все-таки действительно заставляет нас пребывать в тонусе и понимать, что все-таки до конца эти риски не исчерпаны. Не исчерпаны, да. Так что... Ну, тут мы с вами опять вплотную подходим к тому, что, вообще говоря, разбор полетов внутри страны еще даже не начался. Нет, нет, нет. По-прежнему действует вот эта прозападная, проамериканская даже, я бы сказал, элита, которая просто прижала уши, притаилась, но она никуда не делала. Да, лексику поменяла, да. Да, да. Но никаких реальных действий по изменению курса. Я даже говорю только экономический курс. Ничего такого пока нет. Она, понимаете, она под прикрытием этих патриотических каких-то выкриков. Она же на самом деле все равно готовится к контрнаступлению. Она же не изменила своих привычек, своей лояльности. Ждет своего часа, короче говоря. Вот это сто процентов. Да, да. Я согласен, да. Ну, вот понимаете, мы с вами сейчас вот комментируем какие-то цитаты Пола Робертса, но, в общем, получается некое единомыслие, да. Получается, что в Америке есть наши люди. Гораздо более наши, чем, скажем, те, которые находятся в Кремле. А в Кремле как раз находятся их люди, Вашингтонские. Вот так устроен современный мир. Ну, слава Богу, что над всем этим действует все-таки божественная воля, которая правильно направляет, так сказать, действия бесов и дьявола. Она как бы заставляет врага действовать против самого себя, разбудит нас. Или, как говорят, знаете, еще бы я добавил еще один блок к тому, что говорит Робертс. Это то, что Запад вытащил, так сказать, медведя из берлоги. А, как известно, есть 32 способа вытащить медведя русского из берлоги, но ни одного заставить его вернуться обратно в берлогу. Да, да. Вот. Ну, еще, значит, один блок. Цитат у меня примерно следующий, что Россия в санкционной войне занимает крайне пассивную позицию. Он, как экономист, это видит, ну, настолько четко. Вот Россия лишь реагирует на агрессивные выпады Запада, но сама, к сожалению, наступательные инициативы не проявляет. Поэтому Пол Робертс несколько раз в разных местах говорит о том, что этой войной-то назвать нельзя, потому что стрелы летят только в одну сторону. Мы с вами, поскольку на нашем духовно-светском канале, я бы к этому только, опять-таки, мы всегда держим в уме ту простую формулу, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И в этом смысле Господь действует совершенно иначе. И я вот так задумался, ну, а что бы нам вроде там не перекрыть там вентиль Европе? Так дело в том, что если мы перекроем вентиль газовый, например, или другой Европе, значит, Европа, она отмобилизуется мгновенно. То есть, мне кажется, сейчас вот, я не думаю, что это наша продуманная стратегия, но тем не менее мы не действуем, не делаем каких-то резких движений в силу даже своей дряблости, вялости, отсутствия политической какой-то решения. Но это нам на пользу. Это нам на пользу, потому что... Я немножко еще по этому вопросу процитирую. Пола Роберса, он тоже про эту вялость говорит. Вот, тем более, вот я уже сейчас вам сказал про то, что, по его мнению, мы занимаем крайне пассивную позицию. Вот я цитат сейчас зачитаю. Я бы не сказал, что идет санкционная война. Кремль был реактивным. Но я не совсем удачно, может быть, перевел на русский язык. Имеется в виду, что Кремль только рефлексировал выпады, да, а не проактивным. И просто отвечал на инициативы Запада. Если бы Кремль увидел себя в санкционной войне, Кремль давно бы отключил Западу все энергоносители и стратегические полезные ископаемые, конфисковал бы западные компании, чтобы компенсировать Россию украденные валютные резервы. То есть вот он констатирует эту вялость и односторонность. Ну вот не будем сейчас спешить с выводами, но, по крайней мере, он видит из океана тоже это все очень хорошо. У России есть такая козырная карта. Это даже следующий блок цитат. Я из каждого блока по одной цитате только беру. У России есть такая козырная карта, как энергетические ресурсы. С помощью этого оружия Москва может уничтожить Европу, а заодно, что очень важно, мы никогда этого нигде не говорили, ибо из 30 членов этой организации большая часть приходится на европейские государства. Будет очень странно и опасно для мира, если Москва не воспользуется такой возможностью. Он выступает здесь уже почти как консультант Кремля. То есть, ребята, вы ругаете НАТО, вы говорите, что НАТО приблизилось к границам, нарушенные все там эти обязательства конца 80-х годов. Ну вот, ребята, вы можете радикальным образом решить этот вопрос. Ну вот теперь я цитату привожу. Санкции Вашингтона наказывают Европейскую империю Вашингтона, а не Россию, а не Россию. Если Кремль не спасет Европу, предоставив энергию и другие необходимые ресурсы, НАТО, скорее всего, распадется. В результате безэнергетической зимы, ну тут не очень такой литературный перевод, то есть зимы без необходимого количества энергоресурсов, которую Вашингтон навязал всей Европе. Только Кремль может спасти НАТО. Видите, как он подначивает Кремль. Кремль, Вы что, хотите НАТО спасти? У Вас есть прекрасный шанс. Если бы Пол Робертс был советником в Кремле, то мы бы на этом уже войну завершили. Уже бы ударили, да. Но опять-таки здесь все-таки у нас две разные цивилизации, англосаксонская и русская. У них разная логика, и разные силы ими управляют. Я всегда вспоминаю, ну Господь может и силами пятой колонны вполне управлять. Здесь я всегда вспоминаю песню Высоцкого про боксеров. Там есть такая фраза. «Мне руку поднял рефери, который я не бил». То есть боксер, который выигрывает, не нанося ни одного удара. Просто его противник так сильно махал руками, что в итоге устал, упал и сдался. То есть здесь, похоже, такая же ситуация. И здесь может нам действительно им не мешать. Они сами друг друга порвут. Потому что сейчас вот не зря экономисты говорят, что Америка обезжиривает Европу. По всем линиям. По финансам, по энергетической. Она, кстати, так называлась, против кого направлены санкции. Против России или против Европы? Против Европы, да. Поэтому тут... А может в этой ситуации лучше не дразнить и не мешать? Да, ну вот еще один блок вопросов, он мне очень близок. Это по поводу Центрального банка. Вот. И Пол Робертс, видимо, входя в роль такого неофициального советника Кремля, говорит, необходимо срочные изменения и руководства, и курса Российского Центробанка. Вот я приведу просто... Тут у меня много цитат, приведу только одну. Тем не менее, я бы уволил главу Центрального банка, пишет Пол Робертс, подготовившего Западу хищение российских валютных резервов и сдерживающего экономический прогресс России, отказываясь понять, что российский Центральный банк сам по себе способен без западных займов и инвестиций финансировать экономическое развитие России. Как и многие члены российских правящих кругов, глава Центробанка является жертвой промывания мозгов неолиберальными экономистами из Вашингтона. Глава Центрального банка с промытыми мозгами на Западе последнее, что нужно России. Ну, близкие. Прямо, знаете, один в один ваши взгляды, да, сто процентов. Такое ощущение, что мы с Пол Робертсом не через океан ловим, а через океан. Вам надо будет с ним списаться, вот. А под теми, кого он называет вот эти неолиберальные пособники, это, конечно, и товарищ Кудрин, это и товарищ Силуанов, сегодня, которые, как новости далее, объясняют Путину, какое нам нужно бюджетное правило. Понимаете? То есть те люди, которые душили и гнобили нашу экономику на протяжении десятилетий, сегодня по-прежнему, по-прежнему, значит, объясняют президенту, что дальше делать. Ну, вот я должен заметить, что Силуанов он вспоминает гораздо реже, чем Набиулина. Это естественно, да. Но в любом случае, конечно, это очень, мне кажется, любопытно. Я бы вообще на месте кремлевских аналитиков взял бы этот наш разговор, убрал бы мои реплики, а ваши оформил бы в служебную записку и положил на стол президенту Путину. Почему мои реплики убрать? Потому что мои призывы к пониманию божественного духовного смысла происходящего, они все же сейчас кремлю полностью недоступны, если уж ему даже такие рационально-экономические соображения не вдомек. Ничего уж говорить о каких-то вершинах, о которых твердит священное писание. Так что, ну вот эту часть, конечно, им стоило бы послушать. Да, я, может быть, потом оформлю этот блок цитат в виде отдельного материала и где-нибудь даже опубликую, да. Ну и послать надо на почту этого самого президента. Пусть, может, почитают там ему на досуге. Палитин Ильич, спасибо за этот разговор. Да, ну у меня еще много блоков, но я понимаю, что есть лимит времени, поэтому извините за злоупотребление. Ну мы как или иначе некоторые темы с вами продолжаем. Эта тема еще, слава богу, или уж я не знаю, как тут сказать, но она продолжается, и она будет продолжаться, еще долго будет, конечно, по мозгам нам ездить. Поэтому мы к ней будем непременно возвращаться, и к Полу Крейгу Робертсу прощаться будем не один раз, я уверен. А сейчас поблагодарю вас за эту беседу. Напомню, что мы беседовали с Валентином Ильичем Катасоном, доктором экономических наук, профессором. До новых встреч. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...